Добрый вечер на телеканале ОНЕВСТИХИМНОВОСТИ. В студии для вас работает Айселуха Физова. Сегодня мы расскажем вам о том, что значимого и интересного произошло в Нижнекамске за эту неделю. Вначале коротко о главном. С января 2018 года по настоящее время на территории Нижнекамского муниципального района зарегистрировано более 130 двух пожаров. Как в Нижнекамске обеспечивают пожарную безопасность в жилых массивах и местах массового пребывания людей в материале УЗА Глазиевой. Князь или Андрей Белый. Логика и драйв. Как проводят вчера работники Нижнекамск-Нефтехима. Узнавала Айселуха Физова. Более 130 пожаров зарегистрировано в этом году на территории Нижнекамского района. Погибли 4 человека, пострадали 15. Об этом доложил начальник отдела надзорной деятельности района. Накануне в городской мэрии состоялось совещание, на котором обсудили тему пожарной безопасности в жилых массивах и местах массового пребывания людей. Об основных проблемах и путях их решений в материале УЗА Глазиевой. Это двор на улице Студенческая, 30. В случае возникновения пожара к многоэтажке вряд ли сможет проехать пожарная машина. И все это из-за припаркованных автомобилей. Такая проблема существует во всех узких дворах. Препятствие проезду спасателям стало одной из обсуждаемых тем совещания. В рамках пилотного проекта на восьми участках города установлены дополнительные дорожные знаки, запрещающие размещать автомобили. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда машин экстренной помощи. Такой знак есть, например, во дворе восьмого дома по улице Студенческая. Однако и этот метод малоэффективен. С 1 мая текущего года по настоящее время сотрудники МГБД на ваши указы в участке дороги вынесено 846 постановлений по делам по административным правонарушениям за несоблюдение требований, предписанных дорожным знаками. Также доложили об итогах проверок крупных развлекательных центров. С начала года в городе провели 63 осмотра. К административной ответственности привлекли 40 галжастных и юридических лиц. Основные нарушения требований пожарной безопасности явились несоответственных эвакуационных путей и выходов, а именно загромождение эвакуационных выходов, закрытие их на ключ, использование отделочных путей с неиследованием показателями пожарной опасности, размещение торговых точек на путях эвакуации, неисправление системы противопожарной защиты, а также размещение игровых зон выше второго этажа и далее 20 метров от эвакуационных выходов. Мэр города Айдар Меджин отметил необходимость урегулирования таких вопросов в период строительства объектов, чтобы все правила безопасности учитывались еще при разработке проектов. Посмотрите, регламент, чтобы он не был тяжелым, это регламент, но в то же время, чтобы результатом было недопущение вот таких примеров. Также на совещание подняли вопрос о необходимости строительства нового пожарного депо с учетом строящихся микрорайонов. Сейчас в Нижнекамске действуют две части, которые не в состоянии в полной мере обеспечить безопасность горожан и их имущества. По требованиям техрегламента территорию города должны обслуживать шесть пожарных формирований. Новое депо планируется разместить в 61-м микрорайоне. Узель Вазиева, Власимагин, телеканал «Нефтихим». Сегодня в Казани в стенах Госсовета Республики Татарстан состоялось заседание оргкомитета по проекту «Путь с Тукая». В нем приняли участие нижнекамцы. Проект направлен на развитие внутреннего туризма. Ведь Татарстан славится не только красивыми пейзажами, но и своей историей. В ходе совещания обсудили развитие экологической культуры российского общества на примере Нижнекамска. Организаторы предлагают обустроить так называемые экотропы для пеших туристических маршрутов. Например, проложить прогулочные дорожки от Нижнекамска до Казани. По мнению организаторов, это повысит туристическую привлекательность региона и привлечет внимание к историческому наследию. На путях установят указатели, информационные стенды, обозначат места ночевок, кафе, обустроят места отдыха и родники. Маршрут будет представлен в виде квеста. Кстати, разработают и мобильное приложение, которое поможет путешественникам пройти путь интересно и комфортно. Ожившие трехмерные экспонаты в первозданном облике, отреставрированные комнаты, образы людей того времени или же знаменитости тукаевской парадигмы. Вот только небольшой список того, что может быть реализовано с помощью технологии дополненной реальности на пути. Также с помощью данного приложения можно будет определить местонахождение ближайшего перевала, местопитание или же ночлега. Накануне стало известно о задержании грабителей, пытавших пенсионерку. Напомним, на прошлой неделе было совершено разбойное нападение на 87-летнюю жительницу деревни Очи Нижнекамского района. Двое мужчин в масках, требуя пенсионерке деньги, пытали ее около часа, били молотком. После чего забрали 53 тысячи рублей. Преступниками оказались жители Чистополя, отец и сын. Один из них имеет группу инвалидности, состоит на учете у психиатра. Оба полностью раскаялись садейным и признали свою вину. Суд оставил мужчин под стражей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам состава преступления предусмотрен частью 3 статьи 162 «Разбой». Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы. Программу продолжат новости оперативной сводки. Не переключайтесь. Нижнекамский пенсионерку напугали порчей и выманили 36 тысяч рублей. 83-летняя бабушка увидела в газете объявление о снятии заклятий и записалась на прием к гадалке. Рассказала ей обо всех своих проблемах. Женщина обещала помочь. За свои услуги попросила 60 тысяч рублей. Но так как у пострадавшей такой суммы не было, договорились о рассрочке. Обман раскрыла внучка пенсионерки и посоветовала обратиться за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Татарстане суд лишил прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей невиновного водителя. Ошибся инспектор ДПС. По предварительной версии, сотрудник дорожного патруля остановил автомобиль для проверки документов. Водитель был пьян, водительского удостоверения не имел и представился сотруднику ГИБДД именем предыдущего хозяина авто. Инспектор не стал проверять данные нарушителя и составил протокол. В итоге бывшего владельца лишили прав на один год и семь месяцев. В отношении инспектора ДПС возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В Нижнекамске судят заключенного, который, будучи заключенным из правительной колонии, умудрялся выманивать деньги у граждан по телефону. Мошенник размещал в интернете объявление о продаже товаров, просил переводить ему деньги на карту. От его действий пострадали 10 человек, но никто из них в суд явиться не смог, потому что большинство из них живут в других городах. В итоге дату суда перенесли на 8 ноября. Пришло время рассказать о новостях производственного сектора. Я приветствую студию и мою коллегу Евгения Смоленкова. Жене, здравствуй. Добрый вечер, АСЛУ. Евгения, я знаю, что у тебя есть самая свежая информация о том, что произошло на площадках компании. Это действительно так. Я сейчас обо всем подробно расскажу. В ноябре месяце должны завершиться монолитные бетонные работы. Идем согласно графику. На биологических очистных сооружениях состоялось рабочее совещание. Какие вопросы поднимались на встрече, расскажет Кира Николаева. Реализовали мероприятие по переводу отдувок с факела в топливную сеть от обоих реакторных блоков. На заводе ДБУВС модернизируют установки с учетом снижения негативного воздействия на экологию. Как это происходит, расскажет Регина Нурмухаметова. Пока работает наш завод, наше объединение. Жив наш город. Российские и республиканские награды на заводе синтетических каучуков отметили 40 лет со дня начала производства СКИ-3 номер 2. Подробности расскажет Гузель Вазиева. Компания «Нижнекамскнефтехим» больше 50 лет содержит на своем балансе биологические очистные сооружения, сокращенно БОСС. Именно на них происходит очистка промышленных и городских стоков. В настоящее время предприятие реализует на БОСС второй этап реконструкции. Ведутся работы по сооружению нового узла механической очистки промышленных стоков. Чтобы уложиться в график и сдать объект в срок, еженедельно проводится собрание штаба стройки. На одну из таких встреч побывала и наша съемочная группа. Своевременная закупка материалов, координация работы подрядчиков, согласование проектной документации. Эти и не только вопросы каждую неделю на рабочем совещании обсуждают специалисты Департамента строительства «Нижнекамскнефтехима» и руководители подрядных организаций. На данное время уже завершены работы по монолитному бетонированию приемной камеры. В нее напрямую будут поступать стоки с промышленных предприятий. Активно продвигается монтаж подземных коммуникаций. Заливают бетонное основание инженерных сооружений. Работы кипят круглые сутки. В ноябре месяце должны завершиться монолитные бетонные работы. Приступаем к монтажу металлоконструкций. В конце ноября будут завершены основные строительно-монтажные работы. Это значит по монтажу металлоконструкций, по монолитному бетонированию. Сегодня работы по подземным коммуникациям выполнены на 80%. Наполовину готовы – пескоуловителем. На промплощадке произведен монтаж двух резервуаров. Идет их обвязка. Также монтируют технологическое оборудование. И в ближайшее время приступят к сооружению кабельных эстакад и прокладки электропроводов. К концу следующей недели планируется завершить работы по заливке железобетонных конструкций двух из четырех преораторов. В это же время проектный институт дорабатывает документацию. В связи с изменениями, которые у нас получились после проведения опытом промышленных испытаний по биофильтрам, в настоящий момент проектный институт АЭС ПАКВА выполняет корректировку рабочей документации, которая будет выходить на повторную главу госэкспертизу. И проектная документация к 1 января у нас в стадии ПД должна быть вместе с РД закончена. Строящийся объект уникален тем, что на нём установят специальные биофильтры. Сточная вода будет очищаться колониями микроорганизмов. Здесь будут предусмотрены биоорганизмы, которые будут очищать воздух, который будет подниматься с поверхности зеркал первичных отстойников и от преораторов, чтобы не было запаха у нас в городе. После реализации второго этапа реконструкции на БОС смогут очищать химзагрязнённые истоки от полимерной крошки и нефтепродуктов, что улучшит качество очищенных сточных вод, сбрасываемых водоём, а также значительно уменьшатся выбросы легколетучих углеводородов в процессе очистки сточных вод в районе БОС. Продолжение темы. Как мы уже сказали, биологические очистные сооружения – это уникальный проект. Сточная вода будет очищаться живыми микроорганизмами. В чём уникальность такого способа и как будет осуществляться работа? Подробнее об этом мы поговорим сегодня с начальником исследовательской лаборатории источных вод научно-технологического центра «Нижнекамск-нефтехим» Гилаевой Гузель Вануровной. Гузель Вануровна, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какие цели поставлены перед научно-технологическим центром в рамках решения природоохранных задач? Перед техническими специалистами поставлены задачи свести к минимуму внешние проявления от деятельности предприятия таким образом, чтобы любой житель не ощущал, что живёт и работает рядом с крупным нефтехимическим гигантом. В настоящее время реализуются масштабные работы по реконструкции биологических очистных сооружений. БОСС принимает сточные воды от города Нижнекамска и из производственного узла. В настоящее время завершены работы в рамках первого этапа реконструкции биологических очистных сооружений, которые были направлены на очистку городских сточных вод. На месте устаревших сооружений введены новые решётки, песколовки. Эти сооружения позволяют более тщательно изымать крупный мусор и песок из городских сточных вод. Это позволяет на дальнейшем этапе повысить эффективность биологической очистки и поддержать жизнедеятельность активного ила, который очищает сточную воду от органических загрязнений. Параллельно с этими работами в лаборатории велись исследования по подбору технологий, которые позволят эффективно очищать газовые выбросы от химзагрязнённых сточных вод, которые придают специфический запах и так беспокоят жителей города Нижнекамска. Лабораторные исследования позволили определить наиболее оптимальный метод, который в настоящее время испытан на пилотной установке совместно с российской компанией, которая занимается водоочистными технологиями «Медианофильтр». Совместно с этим предприятием мы подобрали оптимальные условия и определили конструкцию газоочистной установки. Она представляет собой биофильтры, на которых заселены микроорганизмы, и именно они занимаются очисткой органических загрязнений, присутствующих в воздухе. Сейчас идёт второй этап реконструкции БОС. Там внедряются такие устройства, как биофильтры. Расскажите, пожалуйста, что это такое и для чего они предназначены? В рамках второго этапа реконструкции биологических очистных сооружений будут усовершенствованы и реконструированы узлы, предназначенные для очистки химзагрязнённых сточных вод. Специфика сточных вод такова, что идёт от них неприятный запах, который беспокоит жителей города Нижнекамска. Поэтому одной из задач, которые решаются на втором этапе реконструкции, это построить установки, предназначенные для очистки газовых выбросов. На этапе лабораторных исследований были определены наиболее эффективные методы, которые позволят решить эту задачу. В основу взяты технологии, уже внедрённые и эксплуатируемые на Нижнекамснефтехиме, доказавшие высокую эффективность по очистке загрязнений, присутствующих в газовых выбросах. Совместно с разработчиками технологии, которые участвуют в реконструкции очистных сооружений, медианный фильтр, была разработана, сконструирована и построена пилотная установка, на которой были отработаны все параметры новых сооружений. Это температура, влажность, оптимальные условия концентрации питательных веществ. А в чём уникальность биофильтров и какой результат должен быть в результате их работы? Уникальность биофильтров заключается в их простоте. Биофильтры представляют собой конструкцию, внутри которой заселены микроорганизмы, которые потребляют органические загрязнения, присутствующие в газовых выбросах, в качестве источника питания. Для них достаточно обеспечить оптимальную температуру, влажность, уровень питательных веществ, и это позволит повысить и обеспечить высокую эффективность газоочистной установки. Установки, в принципе действия которых лежит работа микроорганизмов, уже успешно функционируют на Нижнекамскнефтехиме. Гузель Ивановна, спасибо, что ответили на наши вопросы. До новых встреч! Напоминаю, с нами на связи была начальник исследовательской лаборатории источных вод научно-технологического центра Нижнекамскнефтехима Гилаева Гузель Вануровна. Для выпуска продукции акционерное общество Нижнекамскнефтехим использует только проверенное и высоко качественное сырье. Его изготовлением и поставкой в подразделения компании занимается завод дивинила и углеводородного сырья. В его видении множество цехов. Каждый выполняет определенную функцию. Там также, как и в других подразделениях предприятия, проводятся капитальные ремонты и модернизируется устаревшее оборудование. Так недавно в одном из цехов изменили схему отдувок. Как это повлияло на окружающую среду, расскажет наш корреспондент. Продолжение следует... Его применение более широкий. Водород, он, да, газ очень уникальный, уникальный, значит, и я скажу, что он, наверное, используется на всех заводах. Я не знаю ни одного завода, кто бы его не использовал, потому что, во-первых, и лаборатории, которые, значит, существуют на производствах, они все без исключения используют водород. Если лаборатории их берут немного, то, скажем, основные потребители, как завод пластиков, завод пластиков, завод СК, это производство ТИБА, это производство, допустим, И4 и ИП-10, временами тоже берут, вот, это и, значит, завод Олегомеров по второй зоне, ну, практически-то все. Завод ДБУВС – одно из самых первых подразделений, построенных в акционерном обществе. Поэтому неудивительно, что и оборудование здесь не новое. Но заводчане регулярно модернизируют установки. И с каждым таким обновлением уменьшается воздействие на окружающую среду. Реализовали мероприятие по переводу отдувок с факела в топливную сеть от обоих реакторных блоков. Если это были раньше, значит, потери, которые просто сжигались и не было от этого пользы, то есть сейчас мы путем того, что перевели их в топливную сеть, мы их используем в процессах нагрева, значит, сырья, то есть те же самые печи, только мы, но и другие цеха. Значит, мало того, что мы сокращаем выбросы вредных веществ в атмосферу, то есть мы еще, в принципе, и экономим ресурсы. Реконструкцию провели в период капитального ремонта своими силами с минимальными затратами. Стоит отметить, что экологические мероприятия проводят в цехе регулярно. Производится модернизация, усовершенствование, чтобы так можно сократить выбросы в атмосферу, чтобы не было загрязнений. При производстве работ, соответственно, также при технологических операциях. Уделяют внимание не только воздуху, но и воде. Ведется работа по рациональному использованию водных ресурсов, совершенствуется система учета водопотребления и водоотведения, получение качества стоков, сбрасываемых в систему канализации. Все это суммарно вносит свой эффект в общую копилку экологических мероприятий Нижникамск-Нефтехима. Визитной карточкой компании можно без преувеличения назвать производство синтетических изопреновых каучуков СКИ-3. Этот продукт применяют в различных областях. Например, известные мировые бренды используют его для изготовления автомобильных шин. История СКИ-3 на Нижникамск-Нефтехиме началась еще в 1970 году. Тогда выпустили первый брикет синтетического изопренового каучука. Спустя 8 лет ввели еще одно производство и назвали его СКИ-3 номер 2. Накануне на заводе синтетических каучуков отпраздновали 40-летие этого подразделения. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Вот уже несколько десятков лет все эти люди трудятся, не покладая рук, на производстве одного из самых востребованных продуктов СКИ-3. Этот эластомер, состав которого идентичен природному каучуку, сегодня пользуется популярностью во всем мире. Победа, конечно, давалась большими трудами. Наши, скажем так, предки для нас это все создали. Сейчас мы этим мощно, этой базой индустриальной пользуемся. Пока работает наш завод и наше объединение, жив наш город. Многие из присутствующих стояли у истоков и были свидетелями того, как зарождалось и развивалось новое производство. Работаю я с 1982 года. Но за эти годы у нас много что изменилось. Много что изменилось. Пришли инновационные разработки. Таких устаревших технологий уже нет. Уже компьютера стало проще работать. И качество улучшилось намного. Неизменным осталось одно. На заводе СК работают добрые и отзывчивые люди. Живешь как бы одной семьей. И вот праздники вот такие. Мы всегда нас приглашают. Мы всегда идем на концерты. В цехе поздравления бывают. Праздник организовали профсоюзный комитет и администрация акционерного общества. По традиции в этот день наградили лучших из лучших. Вручили благодарственные письма и почетные грамоты российского и республиканского уровня. От группы компании ТАИФ, акционерного общества Нижнекамск-Нефтехим и администрации города. Души приятно уж, что нас уважают и относятся доброжелательно так. Коллектив у нас, я считаю, самый лучший на всем акционерном обществе. Поэтому, как говорится, хорошо работаем, хорошо отдыхаем. Мы проводим множественные мероприятия. Стараемся и не забывать наших детей. Для них проводим, для взрослых проводим. Мероприятий очень много. К этому всегда относятся ответственность и серьезно. В этот день поздравили и победителей конкурса детских рисунков мои родители-химики. Среди них и сын Ленара Калимулина. Уже вечером папа вручит ему заслуженный подарок. Постоянно спрашивают, если у тебя папа работает, какую функцию папа выполняет. Ну, нравится, когда мимо проезжая на машине, всегда говорят, что папа здесь мой работает. Поздравить в этот день сотрудников завода пришли и представители администрации предприятия. Хочется пожелать вам, вашим семьям крепкого здоровья, долголетия вам всем. И несмотря на трудности, а без трудностей не бывает никакого рабочего процесса. Так заведено. Поэтому вместе, совместно и с руководством вашего завода, с администрацией нашего предприятия, мы будем идти вперед, достигая новые цели. В этот юбилейный вечер гостей по традиции радовала группа «Романтики». Гузель Вазиева, Власти Магин, телеканал «Ефтехим». На сегодня это все о событиях производственного сектора. Свежая информация уже в понедельник на нашем телеканале. Я снова передаю слово моей коллеге Айселу Хафизовой. Я же Евгения Смоленкова прощаюсь с вами ненадолго. До встречи. А мы продолжаем. Далее краткий обзор городских новостей. Не переключайтесь. Работникам городообразующего предприятия не страшен ни дождь, ни холод. Ведь, несмотря на неприветливую осеннюю погоду, они упорно идут по плану. Озеленяет родной Нижнекамск. Так, накануне в парке нефтехимиков высадили очередную партию саженцев. С начала месяца на территории парка уже посадили 30 рыбин. Теперь к ним присоединились еще и 30 молоденьких сосен. Ну, все это нужно для отдыха людей, чтобы было красиво. Здесь же, сами понимаете, был раньше пустырь. Даже мимо проходить страшно было. Камни, стройматериалы, бетон. А сейчас видите, как красиво все облагостроено. Люди много ходят. Отдыхают дети, в основном летом. Фонтан работает. Всегда чисто. Напоминаем, что в рамках акции «Зеленая волна-2018» в этом году в городе и вдоль пригородных дорог планируют высадить 25 тысяч саженцев деревьев. 5 тысяч посадили весной. Участие принимают организации и добровольцы. К примеру, у компании «Нижнекамскнефтехим» этой осенью посадило около 400 новых деревьев. Химики не только озеленяют город, но и любят проводить свободное время в веселой компании. Так, накануне они устроили себе культурные посиделки в одном из городских кафе. Играли головой. Именно так называется викторина, в которой приняла участие молодежь «Нижнекамскнефтехима». За интеллектуальной борьбой следила наша съемочная группа. Здесь собрались «Марвел», «Ой, все», «Джек Девинил», «Охотница за удачей», «Зима близко» и так далее. По такими названиями в нерабочее время химики нарекают свои команды. На эту игру захватили с собой только самое важное. Конечно, с позитивным настроением, но настроены и также на победу. С хорошим, обалденным, все супер. Мы пришли сегодня с задорным настроением, в надежде победить. Вот все красивые и задорные девочки. Мероприятие «Игра головой» – традиционная логическая игра для химиков. Проводят ее раз в месяц. На этот раз потягаться логикой пришли 16 команд. В уютной домашней обстановке, без гаджетов, имея на руках только листочки и ручки, нефтехимики сошлись в интеллектуальной схватке. В игру «Головой» играет более 60 городов во всей России, мы в том числе. На самом деле, для корпоративных игр мы выбираем более лояльные, простые, интересные вопросы, так что было бы и смешно, и интеллектуально, и легко. На самом деле, сегодня все очень просто, и вопросы мы делаем просто для ваших сотрудников, дабы они получили удовольствие. Удовольствием светились лица всех участников. Игра состояла из шести туров, по десять вопросов в каждом. Мероприятие сопровождалось громкими аплодисментами и ярким смехом. Царила дружественная атмосфера. Приятность полезна в данном случае, да, то есть и хорошо провести время, и в то же время проявить свои интеллектуальные способности. То есть люди могут, как сказать, и знания в чем-то проявить, и логику, и в чем-то еще себя. Поэтому мы даем возможность реализовать свои возможности не только в рабочих специальностях, но и в культурных, или так сказать, в самодеятельных. По итогу игры первое место досталось команде «Повторите вопрос» завода пластиков. Второе – «Дьявол носит стринги» из НТЦ. И третье место взяли наши коллеги. Команда «Нефтихимедиа» – ой, все. Победителям достались пригласительные на интеллектуальную игру с участием городских команд. Регина Нурмухаметова, Айслу Хафизова, Власть-Имагин, телеканал «Нефтихим». На этом у меня все. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте медианкнх.ру, а также в группе ВКонтакте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций, или у вас есть интересная информация, которой бы вы хотели поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. А хотите делать новости вместе с нами и получать за это деньги? Снимайте интересное видео о том, что происходит в городе. Присылайте его на номер 8-987-410-37-37 с кратким описанием. Становитесь ньюсмейкерами, пусть вашу новость увидят тысячи горожан. Программа «Вела и слуха» Физова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова